Семья Мы формируемся как личности, мы вычеловечиваемся В наши дни, как и в незапамятные времена, семья воспитывает и поддерживает человека, народ и страну Но теперь традиционным семьям угрожают ласковые палачи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это семья наших соотечественников, эмигрировавших в Голландию Когда муж с женой развелись, муж, опасаясь, что жена увезет детей в Россию, обратился в органы опеки сложным доносом Так действует ювенальная юстиция Эту систему под разными названиями настойчиво пытаются внедрить и в нашей стране Органы опеки и учительства будут иметь возможность, право, законодательное право вмешиваться в дела семьи И контролировать родителям, как нужно воспитывать Естественно, устанавливать предварительно социальный патронат над семьей И будут иметь возможность, законную возможность диктовать родителям, как себя вести И если родитель не устранит какие-то недочеты, то ребенка будет изымать из семьи Потому что социальный патронат семьи, вот этот закон о социальном патронат семьи Он говорит, что изъятие ребенка допускается в качестве профилактического мероприятия То есть не изымаются там для каких-то целей А именно для того, чтобы профилактические мероприятия проводить, которые не позволяли бы проявлять насилие А профилактические мероприятия, как правило, проводятся в реабилитационных центрах То есть фактически родители теряют своего ребенка на два года Потому что социальный патронат установится на два года А впоследствии он еще может быть продлен на два года И все это время ребенок может находиться в реабилитационных центрах Реабилитационный центр, в терминологии ювеналов, это приют Пусть вас не вводит в заблуждение изящное название Немало семей в России уже пострадали от этой практики И это при том, что ювенальная юстиция у нас пока существует только в виде пилотных проектов в отдельных регионах Троих поместили в орбитационный центр, а маленькую поместили в больницу Сразу же начались проблемы, у меня детей забрали здоровых, ни разу они не болели с детства Сейчас такая проблема Маленькая у меня Виктория, значит, поднялась температура 44 дня Ее положили под капельницу У ней пошла кровь из носа, она перестала все есть В больницу ей нянечка нахлопала по щекам до красноты С орбитационного центра привезли Сашу с температурой 40 Потом привезли Марину, она полторы недели там была У ней сейчас воспаление легких, ей уколы делают Ира у меня в репетиционном центре сейчас тоже кашляет очень сильно Я лекарства туда отвожу Говорит, обижает очень сильно Она кушать хочет, а по расписанию Иру тоже обижают все Говорит, особенно мальчики Там, говорит, постарше, помладше, все бьют Ювенальная юстиция Ювенальная юстиция это система совершенно нового отношения государства к семье К защите прав детей Прежде всего выражается в том, что у родителей забирается часть родительских прав А именно право самому решать, как воспитывать детей Каким образом содержать их Ведь родительское право это естественное право То есть высшее и неотчуждаемое право человека И оно заключается в том, что родитель не только рожает своего ребенка Он имеет на это право, но и право воспитывать Выбирать формы поведения, формы досуга Формы воспитания своего ребенка Формы наказания даже Ювенальная юстиция наделяет чиновников правом разрушать родственные связи Забрали всех троих остальных детей, приехали Приехали, значит, большие участковые То есть милиция говорит, если вы, говорит, не будете отдавать сейчас детей Мы просто вызовем ОМОН Или, говорит, вас на 15 суток посадят А кто приехал? Участковый? Участковый, значит, опека Значит, у нас староста деревни Значит, еще была врачиха наша, фельдшер И сердцовета Были, значит, двое тоже работники соцзащиты И вот все, вот они приехали Все Одни требуют документы Одни требуют одевать детей И у меня, соответственно, трясло Я не знаю, что надевала Вообще ничего не поняла Так сколько же нужно людей, чтобы забрать у матери ребенка? Ювенальный подход предполагает жесткий тотальный контроль за семьей Все общественные и административные структуры Которые призваны защищать семью и помогать В ювенальной системе ее атакуют Медработники и педагоги в детских садах и школах Заметив у ребенка ссадину или синяк Вынуждены немедленно доносить правоохранительным органам То же самое относится к общественным организациям И местным органам власти Кроме того, для визита органов опеки Достаточно доноса знакомых Будь то обиженные соседи Или бывший супруг Закон содержит непонятный критерий Нормальное воспитание И нормальное развитие ребенка На что должны опираться Органы опеки и попечительства Чтобы определить, что такое нормальное воспитание Что такое нормальное развитие ребенка А здесь ответ как раз я вам приведу В медитических рекомендациях Уже в России в 2000 году Были приняты медитические рекомендации По выявлению жестокого обращения с детьми в семье Эти медитические рекомендации Имеют западное происхождение Потому что на западе Я видела точно такие же рекомендации Фактически меняется только несколько слов Это переводные рекомендации Они вводят в понятие В правовое пространство России Новый вид насилия над детьми Если сегодня у нас существует три вида насилия Это психическое, физическое и сексуальное насилие Последствия которых можно установить экспертным путем То эти рекомендации вводят понятие морального и эмоционального насилия То есть таких субъективного насилия Которое определить очень трудно То есть факты того, что они имели место Определить очень сложно Тем не менее они меняют мировоззрение наших чиновников Меняют мировоззрение людей И естественно, если закон о социальном патронате семьи будет принят То органы опеки и пчелиства будут руководствоваться этими методическими рекомендациями Потому что в них сказано Что вот эти все виды насилия Это и есть ненормальное воспитание И ненормальное развитие ребенка То есть там так и сказано Так вот, согласно этим рекомендациям Моральная жестокость проявляется вследствие Отсутствия соответствующих возрасту И потребностям ребенка питания Одежды, жилья, медицинской помощи Отсутствие заботы и присмотра за ребенком Отсутствие внимания и любви к ребенку И другие обстоятельства Как видно, перечень не исчерпывающий То есть сюда может попасть что угодно Появляются совершенно нелепые какие-то перечни продуктов Которые должны якобы быть в холодильнике у каждого родителя Да, там свежее мясо, свежая рыба Свежие овощи и фрукты в любой день года Отсюда выходит и, допустим, изъятие Следствием этого является изъятие детей Например, по принципу бедности семьи Или недостаточности жилищных каких-то условий Или, допустим, печного отопления Что, кстати, имело место быть уже в России В тех пилотных регионах, где апробируется ювенальная юстиция Уже вот эти списки, которые попали в некоторые органы опеки и печительства Продуктов, которые должны быть якобы в каждой семье, где есть дети Апельсины в холодильнике, мясо, свежая рыба, свежие фрукты, овощи Это имеет отношение именно к этим рекомендациям Это отсюда корни Кроме того, к внешним проявлениям последствий моральной жестокости Методические рекомендации относят Отставание в весе и росте от сверстников Педикулез, чесотку, частые несчастные случаи Глойные и хронические инфекционные заболевания Запущенный кариес Отсутствие прививок Задержку речевого и психического развития Неряшливую одежду Утомленный сонный вид ребенка Бледное лицо Опухшие веки Угробных детей Опрелости и сыпи То есть, если, например, кто-то увидит Медицинский работник Либо работник дошкольного учреждения Либо учитель Такие проявления внешние ребенку Она обязана сообщить в органы опеки О том, что это внешнее проявление моральной жестокости Возможно, чтобы эту семью проверили Не является ли это все-таки насилием Следующее Среди особенностей поведения детей Якобы свидетельствующих о моральном насилии Родители по отношению к ним В рекомендациях перечислены Неумение играть Постоянный поиск внимания или участия Крайности поведения Инфантилизм или принятие роли взрослого Поведение в псевдовзрослой манере Агрессивность или замкнутость Гиперактивность или подавленность Неразборчивое дружелюбие или нежелание общаться Жестокость к животным, мастурбация, раскачивание на стульях Сосание пальцев и прочие Перечни опять неисчерпывающие Описывается также эмоциональное или психологическое насилие Как единократное или хроническое воздействие на ребенка Или его отвержение К которому относятся Словесные угрозы в адрес ребенка Постоянная критика ребенка Лишение ребенка социальных контактов Предъявление к ребенку чрезмерных требований Несоответствующих его возрасту или возможностям Я почему зачитываю? Потому что это дословно Выдержки из этих рекомендаций И это интересно, не хочу ни одно слово упустить Особенностями детей, подвергшиеся эмоциональному насилию По мнению составителей рекомендаций являются Невозможность детей сконцентрироваться Плохая успеваемость Низкая самооценка Гнев, агрессия, неврозы, нурез, тики, ожирение Кожные заболевания, астмы и так далее В группы риска детей, подвергающихся эмоциональному насилию Входят дети от нежелаемой беременности Дети инвалиды Дети с наследственными заболеваниями Дети с семьей с авторитарным Контролирующим стилем воспитания То есть получается, если контролирующий стиль воспитания плохой То неконтролирующий хороший Таким образом, под эти насилия Под эти рекомендации попадают почти все семьи в России Существует такое мнение, что табу это что-то такое плохое Что делают люди несчастными, что надо отменить табу и сразу всем станет лучше жить Но это совершенно не так, потому что табу общество придумано для того, чтобы защитить себя Точно так же и с ребенком запреты Ребенку нужны, чтобы ему помочь Детские психологи, теоретики и психоанализы считают, что без трудностей, без преград не бывает развития Ведь что происходит с ребенком, которому родители на пути его импульсов и желаний ставят преграды? Он начинает задумываться, задавать вопросы Он начинает метаться между злостью на родителей и любовью к ним У него запускается такая серьезная душевная работа И результатом этой работы он обретает такую вещь, как совесть Это когда внешние запреты становятся внутренними Когда ребенок начинает отказывать сам себя останавливать во имя другого человека Он встречается с другим Вот эти запреты делают ребенка действительно зрелым А если ребенку не ставится никаких запретов Он вырастает очень инфантильным, с очень примитивными поверхностными эмоциями Не способен справляться с трудностями, слабым Очевидно, что ювенальная юстиция стремится вырастить человека по собственным Приемлемым именно для нее лекалам Вопрос лишь в том, каким будет этот человек Когда у людей нету системы ценностей, нету внутренних запретов, нету совести А есть только абсолютная свобода и приоритет личных прав над всеми остальными Вот тогда наружу вырываются все наши животные инстинкты За что забрали детей у Шевалдиных? У нас началось все из-за телефона Марина взяла без спросу телефон Пошла в школу и показывала там видео Значит, с интернета скачанная там женщина в полураздетом виде Вот И, значит, в три часа она приехала со школы Значит, оттуда со школы приехала вместе с тремя учителями Сразу же А мы как раз в этот день, у нас были похороны и поминки Вот И мы пришли тоже в три часа были дома И они как раз пришли вместе с Мариной Вот Началось, значит, почему вы телефон такой это, значит, взяли Я говорю, она телефон без спроса взяла Вот Телефон, значит, уберите, проведите с ней профилактическую, значит, работу Чтобы она, говорит, впредь не брала чужие телефоны Она, значит, взяла телефон вечером Опять же, как они ушли отсюда из дома И спряталась под деяло, опять чего-то там рассматривала А я как месяц перед этим не спавшу вообще Вот Еще она тут, я как отдай ей телефон на то, чтобы она мне отдала Она начала бегать по комнате, не отдам и не слушаться И я взяла шнур от DVD Вот бегала, что она бегает и вот попадала ей Куда вот, она же бегала Ну вот И все равно она мне вот только отдала попозже его Вот Из-за этого у нас получился Вот первый раз такое произошло, конечно То есть до этого таких случаев не было? Не было никогда Детей даже руку не поднимало ни разу до этого времени То есть потом, соответственно, она с утра пошла в школу? Мне, значит, в 12 часов приходит участковый Сообщает то, что Марина сегодня домой не придет Ее отправят в арбитационный центр То есть вы это узнали от участкового? Отклонение его является просто центральной темой их отношений Самоцелью Но подобного рода отношений встречается достаточно редко Как и всякое отклонение от нормы Во всех остальных случаях потеря матери наносит психике ребенку гораздо больший ущерб Чем жизнь с весьма порой непростыми родителями Не случайно дети в детских домах Они часто сбегают из детского дома и возвращаются к своим родителям Несмотря на то, что они могут быть алкоголиками Или просто неуравновешенными людьми Ювенальная юстиция, прежде всего, исходит из какого-то абсолютно порочного принципа Виновности родителей, презумпция виновности Почему-то ювенальная юстиция очень подозревает родителей В их намерении, откуда это берется неясно, причинить вред ребенку И вот это есть, наверное, самая основная, удивительная для нас черта Ювенальной юстиции, ювенальных подходов Мы прекрасно понимаем, что родители — это самые близкие ребенку люди Кроме отдельных редких случаев, когда существует какая-то родительская патология Но это крайне редкий случай А вот ювенальные подходы, они основаны на том, что надо защитить права ребенка Перед взрослыми, а самым близким к ребенку взрослым является родитель Родители, значит, нужно детей уберечь от родителей Главное — это желание ребенка Но при обилии трепетных слов о его правах Ювеналы первыми отказываются даже слушать о том, что ребенку действительно нужно А где лучше? Все-таки в центре или в доме? В доме Марина, домой-то хочется? Да? А по кому больше соскучилось? У тебя там такой щеночек классный, да? А еще кто есть дома? Да Но, несмотря на ее просьбы, никто девочку домой не возвращает У нее отняли телефон, запретили разговаривать с мамой Что происходит с детьми школьного возраста? Все зависит от того, как они воспринимают факт того, что они лишились родителей Если они воспринимают это как нечто угрожающее, унизительное, насильственное То тогда у них могут возникнуть очень серьезные психологические проблемы Исследователи отмечают у них тяжелые эмоциональные расстройства Депрессии, склонность к суицидам, сниженную самооценку, высокую тревогу Все симптомы, которые я перечисляю, это все симптомы, встречающиеся у людей, переживших насилие Получивших психологическую травму По данным исследований, у детей, растущих в приемных семьях, в четыре раза чаще встречаются эмоциональные, поведенческие, интеллектуальные нарушения Чем у детей, растущих в родных семьях Приемные дети вырастают гораздо чаще преступниками Среди них чаще встречается наркомания Картина неприятная, но тем не менее, часто приходится слышать такой вопрос Может быть, вот и правильно, что ребенка забрали, может быть, семья настолько плоха, что родители ругаются между собой, бьют ребенка Или что они недостаточно зарабатывают, чтобы купить ему дорогие игрушки или одежду Может быть, у такой семьи и стоило бы отнять детей Английский психолог Джон Болби, который исследовал отношения между матерью и ребенком И он сформировал такую теорию привязанности Так он показал, что вот эти базовые отношения между матерью и ребенком, формирующимися в детском возрасте Становятся базовыми для всех последующих отношений человека уже во взрослом возрасте В случае негармоничных отношений, да, и модель формируется негармоничная, может быть, искаженная Но это модель отношений все-таки глубоких, постоянных, близких отношений В случае насильственного лишения родителей наносится удар по способностям ребенка формировать привязанности и отношения с людьми Гвенальная юстиция имеет интересный подход по вопросу о том, что такое есть благо ребенка Говорится во всех конкретных случаях, когда отбирают детей, что у детей этих не было достаточно хороших условий Ну, это тут же переходит в формулу, или может переходить в формулу трудная жизненная ситуация, тяжелая жизненная ситуация Под это размытое понятие можно подложить все, что угодно Но главное, что это бьет прежде всего по бедным семьям, но дальше это бьет по всем семьям, по любым семьям Потому что если за основу, за критерий берется материальное положение в семье Если оказывается, что слишком мало игрушек или небольшая жилплощадь, на которой живет семья У нее особенно несколько детей, многодетная семья Если это оказывается признаком неблагополучия в жизни ребенка в семье Его следует, вот так считает ювенальная юстиция, ювенальные подходы, так нам гласят Переместить в другую семью, в более благополучную Где у него будет больше квадратных метров, где у него будет больше игрушек Ему будут давать деньги карманные, а тут ему положение дают Вот исходя из этого принципа, можно отобрать детей буквально у всех Потому что всегда найдется семья, в которой ребенок будет жить материально более благополучно Мы же это понимаем Но фантастическим образом из вот этого разговора о благополучии детей Изымается понятие о любви Прежде всего о детско-родительской любви Вот это ювенальные подходы просто не учитывают Считается, что будя у ребенка окажется больше квадратных метров Отдельная комната, то ему будет лучше А то, что он при этом будет жить не в родной семье, а где-то там в фостерной так называемой семье В патронатной семье это почему-то не принимается во внимание Считается, что любовь это нечто не обязательно А количество квадратных метров или ананасов в холодильнике Ну я условно говорю ананасы Лучшие материальные условия Что это является основополагающим для человека Какой человек при этом воспитывается Самым главным страхом для ребенка после страха смерти является страх потери родителей Существует расхожее мнение, что маленький ребенок мало что понимает в окружающей действительности И факт потери матери он не заметит Но на самом деле исследование показывает, что это совсем не так Французский ученый, психолог, психоаналитик Рене Шпиц проводил исследование младенцев, попавших в приюты Он их исследовал в послевоенные годы Он выявил следующую последовательность трансформации эмоциональных Сначала ребенок, лишившийся матери, начинает плакать, цепляться за взрослых Кричать Какое-то время он так себя ведет, пытается привлечь внимание взрослых Затем наступает период отчаяния То есть он молчит, становится апатичным Взрослым кажется, что он при этом успокоился, что все хорошо, он все забыл На самом деле он испытывает тяжелые переживания, просто он не может показать их как взрослый Даже дети, которые взамен потерянного близкого взрослого получили другого взрослого, который о них заботится Даже они в ответ на потерю матери испытывают горе Конечно, их страдания менее интенсивны, но все-таки это страдания По прошествии времени ребенок, потерявший близких, начинает искать какого-то постоянного взрослого, к которому могут привязаться Если это происходит в приюте, где много постоянно разных заботящихся взрослых То ребенок вынужден устанавливать поверхностные, краткосрочные отношения со всеми подряд Если это происходит постоянно и достаточно долго, то это становится чертой характера ребенка 90% детей в детских домах не могут формировать гармоничную и безопасную модель привязанности Разлука с матерью наносит вред не только эмоциональной сфере ребенка Она также провоцирует отставание в интеллектуальном развитии ребенка Тот же Рене Шпиц отмечал, что у этих детей начинает резко снижаться познавательная активность И если разлука с матерью длится больше, чем три месяца, то этот ущерб, нанесенный интеллектуальному развитию ребенка, становится невосполнимым Интересно, что эти нарушения появляются только у детей, у которых была мама, но они ее потеряли То есть дети, которые изначально попали в дом малютки сразу после рождения, у них не встречаются таких нарушений Чтобы понять, почему так происходит, можно разобрать, как формируется ребенок, который не потерял мать Что происходит? Мама рядом с ним, она о нем заботится, она отвечает на его улыбку, она утешает его, когда он плачет Важнейшие факторы их отношений это стабильность и безопасность У ребенка формируется сначала такое чувство доверия к матери, а потом уже и ко всем людям Такое базовое доверие Уверенный в своей безопасности ребенок, он может дальше развиваться, преодолевать трудности, спокойнее относиться к трудностям Ребенок же, который лишился матери, он теряет чувство безопасности, чувство опоры У него снижается чувство доверия к миру, а вот если ребенок не уверен в собственной безопасности, он не может гармонично развиваться В Европе ювенальная юстиция вызывает массовые протесты Германия, сентябрь 2012 года Опишите, пожалуйста, что происходит на данной демонстрации Основная цель это, конечно, препятствовать систематическому отъему детей у родителей Это еще сложно Многие пострадавшие, которые сейчас находятся в очень эмоциональном состоянии, просто не могут выйти из квартиры на улицу и сказать Да, со мной это тоже произошло Вообще нас много Если этим людям кто-то не понравится, то у них есть власть все решать Так тут у нас считают Да и такой вот ужас происходит каждый год тысячу раз Как вы думаете, это лишь небольшие проблемы, которые можно исправить или для этого нужно менять всю систему? Я бы сказала, что это уже глобальная проблема, так как на данный момент это уже происходит повсеместно Против ювенальной юстиции протестуют во всех странах, где она действует Но, несмотря на это, ее пытаются ввести и в России В общем, если нам хотят внедрить вот этот подход, вот эти ювенальные принципы построения семей и вот эту ювенальную заботу о детях, то у нас в России это может кончиться только одним крупным социальным взрывом Это поймут только когда их коснется Так вот когда их коснется, и они это поймут, они станут сопротивляться Вот тогда мало не покажется никому Ни власти, которые сейчас смотрят на действия ювенальных лоббистов с, по-моему, полным непониманием того, что происходит Дети — это последнее, что остается у людей У нас в стране многие, наверное, все-таки большинство живет не слишком хорошо Но люди как-то в России привыкли тяжело жить, трудно жить Но если у них отнять последнее и самые любимые, самые главные детей, то здесь уже терпению придет конец Осенью была большая манифестация в Москве и шла колонна на митинг против ювенальной юстиции То основной лозунг, который люди скандировали — мы детей не отдадим И действительно мы детей не отдадим Родители в России детей не отдадут И очень бы хотелось, чтобы наша законодательная власть и президент поняли вовремя, что шутить с этим совершенно незачем Что это кончится очень большой бедой Благодаря народным протестам закон о соцпатронате снят с рассмотрения Но зато ювеналы пролоббировали принятие закона о социальном обслуживании Благодаря которому соцработники, уже получившие обширный список критериев «плохости» родителей Должны будут выявлять семьи, находящиеся в так называемом «социально опасном положении» И забирать оттуда детей Помогать им в этом будут различные некоммерческие организации, получающие финансирование за каждую такую выявленную семью Сюда же подключаются социальные педагоги и школьные психологи Вторжение в семью приобретает все более массовый характер Что же за силы продвигают ювенальную юстицию в нашей стране? Давайте разбираться ООН и ее детский фонд ЮНСФ продвигал проекты планирования семьи Затем программы поддержки социального репродуктивного здоровья подростков Читай «Сексуального воспитания» Материалы школьной программы под названием «Ресурсы здоровья», разработанной ЮНСФ Эксперты по криминальной психиатрии и наркологии охарактеризовали как «разращение и наркотизацию несовершеннолетних» То есть под видом программ поддержки здоровья ЮНСФ продвигает ранее сексуальное просвещение детей, грозящее весьма опасными последствиями А что же имеется в виду под планированием семьи? Вот и ответ Один из американских спонсоров детского фонда – US Fund for UNICEF А среди его основных финансовых спонсоров, в свою очередь, фонд Билла и Мелинды Гейтс Мультимиллиардеру и основателю корпорации «Майкрософт» Биллу Гейтсу принадлежит высказывание Численность населения стремительно приближается к 9 миллиардам Если мы сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощью, помощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его процентов на 10-15 Итак, UNICEF – один из столпов международного контроля за рождаемостью и сокращению населения Земли А сейчас эта замечательная организация взялась за внедрение в Россию винальной юстиции Создание вот таких плакатов финансирует UNICEF Именно так, по мнению UNICEF, надо защищать детей, забирая их из семьи против их воли И если мы позволим, что у нас у дома не отмит, не отмит не уходим, не отмит, не отмит, не отмит, не отмит. Присаж drones спокойствую, AA Видео снято в Германии. Этот ребенок после того, как его насильно забрали из семьи, попытался покончить с собой. Какие же права ребенка защищаются, когда его насильно лишают матери? Европейский парламент завален жалобами на неправомерное изъятие детей. Следующая организация, поддерживающая стратегические интересы ювенального лобби. Одна из важнейших декларируемых целей Совета Европы – борьба с насилием. Касательно детей, Совет Европы руководствуется следующим принципом. Дети – это жертвы насилия в семье. Например, в Совете Европы считают, каждый пятый ребенок в Европе становится жертвой сексуального насилия. Причем в большинстве случаев это насилие совершается близким ребенку-человеком. По имеющимся у них данным, якобы такая же ситуация с насилием над детьми и в России. Сторонники ювенальной юстиции утверждают, что ювенальную юстицию в России необходимо внедрить, ввести, потому что в России высокий уровень семейного насилия. На самом деле ситуация обстоит совершенно другим образом. Если мы будем опираться на статистику Государственной Думы Российской Федерации, то за последние пять лет ежегодно у нас в России снижается число детей и родителей, которых лишены родительских прав, снижается число родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в родительских правах. Ежегодно увеличивается число родителей, восстановленных в родительских правах. Если мы будем брать статистику ГИАЦ МВД России, которая фиксирует все преступления в отношении совершеннолетних, то в структуре преступности в отношении совершеннолетних, насильственной преступности, только 8% преступлений совершаются родителями, 2% преступлений совершаются иными членами семьи, бабушками, дядями, тетями. И 90% преступлений совершаются чужими людьми для несовершеннолетнего. То есть получается, что проблема у нас не насилие семейного, а насилие в целом в обществе. Именно на нее необходимо направить силы государства, чтобы защитить ребенка, а не репрессировать семью, не лишать родителей прав заботиться о своих детях. Согласно данным статистике, семья, именно семья является самым безопасным местом для ребенка. Совет Европы пытается вложить в понятие жестокое обращение с детьми новый особый смысл. Так зачем такая ложь и демонизация семьи? Зачем Совету Европы выставлять родителей врагами ребенка? Семья как патология. Вот к чему мы должны прийти под водительством Совета Европы и ЮНИСЕФ. От криминализации семьи до введения антисемейного законодательства – один шаг. Совет Европы тоже борется за защиту детей от сексуальной эксплуатации. С этой целью была разработана Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Конвенция особо подчеркивает важность сексуального просвещения. Не правда ли странный метод защиты детей? Но европейские правозащитники полагают, что единственный способ защитить ребенка от сексуального насилия – это сексуальное просвещение с самого раннего возраста. Что в Российском уголовном кодексе и в нашей нравственной традиции называется «разращением малолетних». Почему именно такие способы выбирают борцы за права детей? Это становится понятным, если посмотреть, с чего начиналось движение в защиту прав ребенка в Европе. Знакомьтесь, «Педофайл Информэйшн Эксчендж». Ее бывший председатель, ныне отбывающий наказание за создание детской порнографии, Томас О'Кэрролл, говорил, «Ключевая идея PIE касается возраста согласия. Ребенок имеет право голоса в том, что делать со своим телом. Дети должны иметь законное право свободно решать, хотят ли они вступать в сексуальные отношения». Для продвижения своей идеи педофилы стали издавать журнал за права детей. Именно педофилы стали бороться за отмену телесных наказаний детей. Очевидно, что это было всего лишь ширмой. Главной целью было добиться права детей на сексуальную свободу. Ну а чтобы родители не смогли защитить ребенка от растления, их надо в правах ограничить. А права детей надо активно защищать. Вот так начиналась борьба за права детей. Интересно, не правда ли? За права детей борются педофилы. Кто же тогда защищает права семьи и святость материнства? Всемирный конгресс семей. Организация, которая называет себя просемейной и якобы борется за права родителей и против абортов. Вроде бы все благопристойно. Но давайте разберемся, что это за организация и кто ее создал. Ее основатель – Алан Карлсон. Этот благообразный джентльмен был не только вхож в высшие эшелоны власти. Карлсон – выходец из American Enterprise. Это мощный исследовательский институт, тесно связанный с политической элитой США, занятый стратегическими и военными разработками по расширению американского влияния в мире. Итак, выходец из столь серьезной антироссийской организации, разрабатывающей планы по расширению влияния через международные институты, создает Международный институт – Всемирный конгресс семей. Представитель Всемирного конгресса семей в России – Дженнис Краузе, также входящая во властные структуры. Она связана с могущественной персоной, имеющей огромное влияние на политическую элиту США – миллиардером Ричардом Скейф, который финансирует ее проекты. Тот же Скейф финансирует цветные революции по всему миру через различные организации. А вот такие замечательные организации вдруг озаботились положением российских семей. О серьезности их намерений свидетельствует налаживание тесных связей с нашей политической элитой. Мы сталкиваемся не просто с законами, а с целой идеологией. Вопрос в том, нужна ли она нам. Западная идеология – это ценность абсолютной свободы и приоритет своих личных прав над всеми остальными. Формируется потребитель, у которого есть только примитивные потребности. Но великий психолог Виктор Франкл, прошедший сквозь концлагеря, считал, что не менее важной, даже крайне важной потребностью человека является потребность в смыслах. Эта потребность проявляет у человека волю к жизни. Без цели, без смысла человек и общество начинают деградировать и уничтожать само себя. Когда у людей нет смысла, у них нет и запрета. И это логично. Ради чего отказывать себе, если цели нет, если смысла нет? Посмотрите на статистику рождаемости в западных странах, где людям навязали мысль о том, что смысл жизни в комфорте и удовольствии. Там население вымирает. И это неудивительно, если смысл жизни в удовольствии, а воспитание детей это тяжкий труд, то зачем тогда рожать детей? А в результате деградация. Вопрос в том, что же дальше? Нет смысла, нет будущего. Именно смысл делает человека человеком, а народ народом. Вопрос в том, что же дальше? Нет смысла, нет будущего. Именно смысл делает людей людьми, народ народом. Пускай для западного человека главный смысл – это его собственные желания. В нашей стране еще сохранены тесные связи между людьми. В России пока еще жива любовь, а любовь побеждает все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова